Ну, самое важное, это никогда нельзя сдаваться в футболе. И за это я благодарен игрокам, что они после первого тайма пришли и реально посмотрели на себя, на то, что происходит на футбольном поле и нашли силы во втором тайме, значительные прибавления. Хорошо вышли игроки из резерва. Игра значительно поменялась, в лучшую сторону, стало лучше играть в пас. Но всегда после сборов, которые очень тяжело начинать матч, мы его и начали. Очень тяжело и плохо. Ницца превосходно играла первый тайм, и уровень этой команды достаточно высок. К счету предстоит очень сложный матч, в котором тоже, опять же, нужно проявить характер, нужно волевые усилия для того, чтобы победить или хотя бы сыграть в ничьи. Ну, то, что касается замен, такие ситуации бывают, когда не все получается у игроков. Это раз. Бывает ситуация, когда происходит замена и в тактическом плане, и в тактическом плане. И мы на второй тайм и тактику изменили. То, что касается Фарфана, он на предпоследней тренировке получил повреждения. И я был не совсем уверен в том, что он сможет играть весь матч. Тем более, что такое же повреждение было и у Фернандеша. Двоих игроков выставлять сразу, это был большой риск. Фарфан может играть на многих позициях. Вот сегодня нужно было именно такую роль он должен был сыграть в команде. Тем более, что Ари, он неплохо играл. Он оказывал давление на двух центральных защитников. Поэтому Фарфан вышел здесь. В следующий раз может выйдет правого защитника. Выпустив Фарфана, мы освободили инсайдную зону для Фернандеша. И Фернандеш оказался результативен. А то, что в раздевалке говорится, все остается в раздевалке. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ